Сегодня на заседании правительства рассмотрели вопрос развития сельских территорий. Сейчас больше 7,5 миллионов человек проживает в селах, а это около 39% от общей численности населения. Между тем, перед правительством главой государства поставлена задача сократить разрыв между городом и селом. Как намерен Кабмин выполнить эту задачу, выяснял Илья Кудряков. Слабая сотовая связь, отсутствие интернета, питьевой воды и качественных дорог – такой топ-жалоб от сельчан озвучил премьер-министр Олжас Бектенов. Между тем, главой государства перед правительством поставлена конкретная задача – сократить разрыв во всех сферах между городом и селом. Одним из главных инструментов по решению инфраструктурных вопросов сельской местности является программа «Аул Ельбисы». За последние четыре года на ее реализацию из республиканского бюджета было выделено почти 525 миллиардов тенге. Эти средства позволили построить и отремонтировать порядка 580 объектов в сфере ЖКХ, больше 1700 социальных объектов и более 3000 внутрипоселковых дорог. В этом году работу продолжат. В планах предусмотрено выделение еще порядка 180 миллиардов тенге. Но самое главное – сельским акиматам дается возможность самим собирать и распоряжаться местным бюджетом. Им отдается часть налогов и платежей. Для интенсивного развития экономики сел необходимо увеличить доходную часть бюджетов сельских округов. С этой целью планируется передача некоторых видов дополнительных налогов и платежей, которые позволят увеличить доход четвертого уровня бюджета в 2,5 раза и доведение до 167 миллиардов тенге. То есть 50% от налогов на имущество индивидуальных и юридических лиц, лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности, плата за использование лицензиями на занятия отдельными видами деятельности и пользованием водными ресурсами поверхностных источников. Еще одна проблема, которая вытекает из-за отсутствия комфортных условий проживания – это отток населения из сел. В поисках лучшей жизни молодежь перебирается в город, а это ведет к кадровому дефициту и сокращению сельского населения. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркивает, что местные власти должны в этом вопросе проявлять расторопность и активнее создавать условия для привлечения молодых специалистов. Со своей стороны, государство увеличивает финансирование программы с дипломом в село. Чтобы привлечь специалистов, увеличен размер бюджетного кредита по проекту с дипломом в село с 1500 до 2500 МРП. За время реализации проекта с 2009 по 2023 годы в сельской местности более 105 тысяч специалистов получили подъемные пособия на сумму 20,3 миллиарда тенге. Из них более 48 тысяч получили жилье на сумму 164 миллиарда тенге. В 2024 году дополнительно выделяем 25 миллиардов тенге. Это позволит обеспечить жильем около 3,1 тысячи специалистов. «Государственная поддержка – это одно. Но и местные предприниматели не должны забывать о социальной ответственности бизнеса», отметил премьер-министр. Тем более, что положительный опыт уже есть. Например, в Туркестанской области предприниматель за собственные средства построил школу, а в Акмолинской области – детский сад. С каждым годом таких примеров должно становиться больше, считает Олжас Бегтенов. И поручил Акимам оказывать необходимую помощь меценатам и почаще привлекать их к реализации социальных проектов. «Каждый сельчанин хочет проживать в комфортной и благоустроенной среде. Для этого мы пошагово сокращаем разрыв между городами и селами. И ключевым фактором в этом являются наличие в селах определенных стандартов жизни и доступа к услугам, а также хорошие дороги, медицина и образование. Предприниматели оказывают поддержку в строительстве жилья, ремонте дорог, благоустройстве улиц, организации общественных пространств. Таких хороших примеров по всей стране достаточно. Акиматы должны активизировать работу по привлечению бизнеса в развитие родных сел». Помимо этого, возможно, в Казахстане появятся и новые города. Сейчас у нас насчитывается 112 сел, население в которых превышает 10 тысяч человек. Таким населенным пунктам по решению областных маслехатов можно придать статус города. И это будет способствовать их дальнейшему развитию. Илья Кудряков, Сакен Пионер, Нурдаулет Карабаев, Жебек Жолы.